Друзья, приветствую! Вы на канале Кирилл Красин. Все по стройке, разумно и экономно. На сегодняшний день мы опять в лаборатории Первомайской, так вы ее прозвали или мы ее позвали, это Калининград, поселок Первомайский, где мы застраиваем дома. Сегодня мы будем ставить здесь очередной эксперимент Сергея. Фундамент залили, большинство людей, мне кажется, что они просто видели где-то, или слышали, или им сосед сказал, что первый ряд нужно прокладывать в тихий чай. – Ты слышал такие запросы? – Слышал, да. – Почему? Ну, нагрузку распределять, чего? От фундамента начинать. – Ну, у нас здесь, в Калининграде, это не надо. Ну, это лишнее. Мое мнение – это лишнее переклады. – Нет, это вообще доводы. Мы сейчас будем разрушителями легенды, юмой. Основной довод, почему заказчик просит? – Ну, насмотрелся в Ютубе, вот и просит. – Не, ну, просто, в моем случае обосновывают так, говорит, хотим вот отсечь влагу, понимаем, объясняешь. Короче, мы хотим вам, для примера, сейчас показать, взять газосиликатный блок, который сразу же отсечная гидроизоляция, и начинаешь кидать блок. Она для этого, отсечная гидроизоляция есть, или рубероид там в два слоя кинулся, это отсек от плиты. Пошел дальше клад. Правда, первый ряд навсегда кладется на раствор, чтоб ты, есть же перепады у плиты, ноль вот этот отбил, выбил первый ряд, и дальше уже пошел класть на клей. Многие это делают, ладно, еще армопояс кирпичом выложить, это еще ладно, ну, не понимаю, зачем, это намного геморройнее и дороже выйдет. Ну, вот первый ряд я не вижу в этом смысле. Ну, вот мы хотим попробовать, сейчас замочим, возьмем воду. Короче, возьмем сейчас блок газосиликатный и возьмем один кирпич. Нальем определенный уровень воды, положим на сутки, придем, сделаем надлом, ну, а там жизнь покажет. Серега, заноси! Так, давай его вот так на ребро туда, и вот так по помпу поставим. Ставлю. Ну, как кролики, да, этот везде помогает, видел, вроде как всем подбегает, ничего не делает, помогает. И вот так же поставим кирпич. Серега, заноси! Взяли корыто, наполнили водой, объем один, опустили блок туда, да, 500, да, плотности у него? И кирпич, один кирпич также поставили, ну, попа, один плашмя, но оставим это на сутки. Вообще, я расскажу ситуацию, есть опасения. Про газосиликатный блок, что он там, ну, про вот эту тему, отсечь влагу. Это они реально обоснованы. Рассказываю ситуацию на своем доме. Поставили коробку и выложили все там перегородки внутренние, залили пояса. Крышу начали делать. У нас редко такое бывает в Калининграде, что там снег идет. Ну, короче, в тот момент, пока стелили крышу, шел снег. Снег остался внутри, дом закрыли. Снег по глупости вот не убрал, не вычистил. И у нас цикличность, ну, слишком частая по Калининграду. Зачастую днем плюс, ночью минус, да. Вот этот снег уже под крышей потом растаял и была вот такой, не успел, вот повторюсь, вычистить. Была какая-то часть там, вот то, что он растаял, там сантиметра три. Вот это жижа и вода, короче, ну, растаявшая. Ночью дал мороз и, получается, нижний ряд, ну, подмерз. И вот то, что он стоял в воде, получается, долгое время, напитал влаги и потом дал мороз. Да, блок разбился, какой-то блок, даже я помню, просто вот так беру и вышибаю, он в труху превращается. Нужно, чтобы совпало много сопутствующих. Чтобы блок так сильно промок, это нужно попасть в потоп и потоп, который замерзнет потом. Ну, понимаешь, да, слишком это сложно. Ну, либо вот как в моей ситуации произошло, тогда он, да, может разрушиться. Мы что, пошли дальше, мы пишем свои эти, как, дальше там, серии ролики. Сюда мы придем через, ну, день, может, полтора, тут нет такого, чтобы точно прийти в 12 часов иначе угадать. Друзья, ну, вот сутки прошли, у вас там секунда, да, у нас по факту. Иди сюда. Смотри, по факту видно уже, вот если мы поставим, вот как влага поднялась. Вот у кирпича, если риск убрать, он уже по факту больше впитал влаги за одинаковое количество времени, чем газосиликатный блок. У него уровень воды ниже. Вот видно прям уровень свежей воды и уровень напитанной влаги. Вот ее теперь нужно зубило, наверное, расколоть и посмотреть, как внутри это выглядит. Где бьем? Здесь, здесь? Вот так вот надо, мне кажется, да, вот так бить, чтобы он раскололся, наверное, так вот. Он так не лопнет, наверное. Сверху бей, не в бок и сверху. А, ну, можно и здесь увидеть. Ну, он весь мокрый, короче, полностью. Вот две половинки, пусть. А давай вот, для примера, вот эту разобьем, чтобы видно нет. Вот так вот, чтобы было. Или в серединку может удачить, чтобы... Но он сейчас здесь, я начну бить, он по-любому где-то здесь лопнет. Блин, по-своему сделал сарапон. Ну, вот видно, вот здесь сухое немного, и вот мокрое, да. Ну, здесь полностью, даже внутрянка, она вот здесь, она мокрая. Здесь вот верхний ряд, в который влага не дошла, а он получается сухой. Ну, что, давай газосиликатный блок. Ну, давай, что ты сидишь? Как снаружи, так и внутри. Ну, да. Вот примерно так же идет. Ну, что, а отметить уровень этот? Ну, тогда отмечаем, как он стоял, он просто набрал быстрее влагу и больше уровень. Ну, грубо говоря, если блок был, кирпич, такого бы размера, как газосиликатный блок, мы опустили бы на одинаковый уровень воды, и он бы больше впитал. Мы же изначально показали у него уровень, как это пропитки, или как назвать, было больше у кирпича. Короче, вот такая ситуация. Ну, надеюсь, оно, правда, кому-то будет полезным. И этот ролик, логически ты поймешь, что реально нет смысла сейчас платить в несколько раз дороже и за материал, за кирпич, и за кладку, и дополнительные доставки, или дополнительных людей. Потому что, может, у тебя работает какая-то бригада, с блоком они работают, а с кирпичом они не работают. Потому что в каждой из бригадок есть отдельный человек, либо обходы там выкладывают и так далее, либо облицовкой занимаются. Хотя здесь такая черновая кладка, но все. Как-то так. Пока. Я думаю, надо тебе какой-то халат уже сделать, написать там лаборатория Первомайский поселок. Давай закажем точно. Ну, форму какую-то. Ну, типа это. У тюмелой ручки есть передача 9 сигналов, а если это лаборатория. Давай. Да? Да.